21 января 2019 год, Харьков, 1834 по Киеву, наглядная иллюстрация закона подлости. Вчера чистое небо вечером, сегодня вечером чистое небо, а сегодня утром, когда было затмение Луни, у нас валился снег. Несколько часов снегопада, как раз на время затмения. Подождите, ребятки, до 2021 года называется. Ну ладно, сегодня через пару часов Луна будет в Пиригее, то есть на ближайшем расстоянии к Земле 357 тысяч километров, 343 километра. Наученный горьким опытом внезапной облачность поснимаю сейчас, пока относительно чисто. 3 часа, я думаю, роли не сыграют. В апогее Луна на 50 тысяч километров дальше от Земли. Свеженький какой-то кратер. Кратер. Да, и завтра с утречка будет, даже не знаю, как это по-русски, конжакшн, конжакшн в английской версии, ну то есть слияние, наверное, союз, приближение, сближение. Максимальная Юпитера и Венера. В 4.30 утра по Киеву. На юго-востоке четко будет над горизонтом вставать две огромные сияющие блямбы. Это очень красиво, но Синоптик опять нам обещает облачность и снег. Это самая снежная зима в Харькове. На моей памяти, наверное, с детства. Валит снег и валит, ну буквально каждый день. Солнечные дни пару за зиму было, наверное. На чей может штучки четыре. По-моему, красота. Да, досадно. Готов я был и на работу опоздать ради съемок затмения, но матушкой природе мои жертвы оказались не нужны. Снежок валил, так что и соседних домов не было видно, на каком-то затмении речь мало идти. Да, ну сегодня почище. Все равно есть дымка, но даже лучше, чем вчера. Вчера на записи просто какое-то сияние. Вокруг солнца была гала. Похоже на гала. Надежда умирает последняя, надеюсь, хоть слияние Юпитера и Венеры сниму. Венера будет выше Юпитера и чуть левее. Незначительно будет между ними 22,4 угловое расстояние. Венера, конечно, на удивление гораздо ярче светит, чем Юпитер. Юпитер гораздо дальше, понятно. Хотя 600 миллионов километров, по-моему, до Юпитера. Надо посмотреть, сколько до Венеры. Но Венера ближе к солнцу, конечно, ярче освещена. Да, ну может повезет и сниму тогда сразу и галилеевые спутники. Да, при таком увеличении никакого, значит, человека на луне не видать. Вон он зе мун дизапью. Пары и доли, пары и доли. Я выучил, наконец-то, это слово. Способность человека видеть в хаотичных рисунках, в хаотичных образах лицо человека. Или какие-то привычные очертания. Возьмите каждое второе. Да. как на луну слетал ну и говорят ничего не движется быстрее скорости света быстрее скорости света попали на луну хотя нет скорость света 300 тысяч километров в секунду здесь 357 точно дольше секунды я до луны добирался моя ты красавица полнолуние перигеи это кстати по моему их же несколько перигеев за год бывает но сейчас по моему почти самое самое близкое расстояние в этом году от луны к земле там будет еще одно поближе там разница тоже 357 тысяч ну не 343 километра чуть поменьше ну то есть там же лишение существенно ну 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фотоаппаратом-мыльницей... Можно снимать такие красоты... Ультразумом... Мыльница она и есть... Сейчас давай вылезай... Море спокойствия... Так я не придумал какую-то... Регулировку с тонкой настройкой... Чтобы не вручную... На штативе двигать... Не, кто похуже... 21 января... 2019 год... Харьков... 18.45 по Киеву... Продолжение следует... Продолжение следует...